Николай Маломуш, глава службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов, генерал армии Украины, с нами в эфире телеканала Freedom. Николай Григорьевич, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, слава Украине. Героям слава. Николай Григорьевич, позвольте с первого вопроса начать, который нас интересует. Американские и европейские официальные лица говорят, что Украина успешно применила метод сопротивления, которые разработали специальные силы, силы специальных операций Соединенных Штатов Америки, чтобы дать отпор России и ее подавить превосходящие вооруженные силы. Якобы этот план был разработан еще в 2014-2013 году, после войны России с Грузией, но ценность его была понятна после 2014 года. Как вы, как человек военный, видите действительно то, что происходило в начале войны и, возможно, мы видим результаты и последствия успешные даже это сейчас, был ли это действительно похоже на какой-то такой специальный план, понимание, который разрабатывала Украина вместе с западными союзниками? Потому что, конечно, разные сообщения получаем. Вот Дмитрий Кулеба, глава нашего МИД, говорил, что вообще его там по плечу хлопали в Белом доме накануне войны и говорили, ну, Дмитрий, вы хороший парень, но как бы Украина до побачения. Вот вы как для себя можете это отметить? Ну, в первую очередь нужно сказать, что Россия дала оценку и нашей армии, и вообще возможность сопротивления нашего народа очень низкую. То есть это, как мы знаем, захватили за несколько дней. Они это пытались сделать, но столкнулись не только с эффективной защитой и обороной, но и, конечно, противодействия всего народа. Вот этот фактор не учла ни Россия. И, конечно, мы говорим, что не до конца учитывали наши союзники. Ни американцы, ни британцы, ни наши коллеги из Европы. Я с ней общался и до того, и после этого. И я им четко говорил. И мы даже говорили в этом эфире. Объединенный народ, тем более армия, которая сейчас, именно выход из народа, защищает страну, не по зубам, я прямо так наша фраза была, никакому Путину, никакой агрессии России, потому что, фактически, эта перспектива не имеет нигде в мире. Там, где народ ставлен на защиту и, конечно, объединился своими вооруженными силами, перспектив не будет. Поэтому тут мир гибридный, я прямо сказал. Да, мы, в частности, используем тактики и стратегии стран НАТО. Особенно по подавлению именно боевых частей, те, которые находятся на подступах складов боеприпасов, штабов, проведения диверсионных операций в тылу. То есть, это как раз комплексные мероприятия, которые применяются именно военными и спецназами стран НАТО, но и, конечно, это наша эффективная система. Вот такой симбиоз, он показал, что мы действуем эффективно. И никто не ожидал, ни европейцы, ни американцы, что мы будем иметь не только перспективу защиты, например, города Киева, других городов, но и перспективы будем совершать наступательные операции. Вот такой момент, собственный боевый опыт, применение силы и средств очень нетрадиционными способами и даже новейшей техникой. Американцы удивляются, что мы сейчас используем Хаймерсы, например, или Дживелины, совсем, так сказать, другим способом, чем они применяют. Не только на нанесение на цели, но удары, так сказать, и по другим, например, по низколетящим целям, по бронетанковой системе, именно на дальних расстояниях, где не ожидает противник. Проведение диверсионных операций в тылу с использованием новейшей техники, включая американскую. То есть это нетрадиционные методы, которые часто и американцы не применяли. Они говорят, вот это да. Вот так действуют сейчас именно украинцы. Потому они и побеждают, и не дадут возможность самой большой армии мира, практически, России наступать на территорию нашего государства. Вот такой метод, я думаю, что приемлем. Я как военный скажу, вот как раз подолка таких операций, а тем более перспективы вот сейчас, как мы говорим, наступательных, не только оборонительных, даже то, что там готовятся резервы, позволяют нам уничтожать именно резервы на подходе. Это колонны боевой техники, живой силы, соответственно, тут же и складов, которые обеспечивают эффективный боеприпас, например, ураганами, градами, смерчами, которые бьют до 60-70 километров, а мы на 80 их уничтожаем уже до 100 километров. То есть это очень эффективная система. Уничтожение штабов и высшего командования, вот которое сейчас мы уже имеем, больше 10 генералов, уничтожено, ну и часть сейчас, буквально последние дни, мы говорим, высшие команды состава корпусного и дивизионного уровня. Вот буквально вчера три полковника, замкомандира дивизии, также были уничтожены. Уничтожено шесть складов боеприпасов за одну сутки, три штаба, больших центров принятия решений. То есть эта тактика такая комплексная. С одной стороны, американские методы уничтожения, так сказать, живой силы и техники, например, аэродрома, Крыму, например, боеприпасов, штабов, но с другой стороны, проведение и контрнаступательных операций. Это то, что сейчас для нас эффективно в плане новейших подходов. И мы сейчас именно часто даже даем образцы, как нужно вести именно эффективную войну. И по защите наших рубежов, и по отдельным секторам, использовать новейшую технику и, конечно, готовиться к наступательной операции по освобождению наших территорий. Да, уже даже британцы шутят перед войном подводные дроны, что мы только можем себе представить, как еще украинцы смогут их использовать. То есть, по сути дела, та техника, та помощь военная, которая к нам приходит, она превращается в какое-то мультифункциональное вооружение. И вот хотелось бы подробнее спросить у вас. Мы не будем раскрывать тайн, потому что мы понимаем, что нельзя недооценивать врага, и противник тоже налезет. Воюет украинская армия. А можно немножечко больше про эту стратегию, из того, что уже мы видим, из того, что уже было сделано, где у нас смекалка побеждает их железную мощь? Ну, в первую очередь, мы часто создаем условия как бы заманья противника. Вот, например, на Луганском направлении они задействовали практически последние резервы, ударные резервы по захвату, например, Северодонецка и Лисичанска. Вот перемалывали буквально тысячи военных Российской Федерации и, конечно, сотни-сотни экземпляров техники. Это новейшая техника. Те же танки, ну, начиная от Т-72, Т-80, Т-90, ракетные системы, новейшие БТРы, радиолокационные системы и дроны, которые они сейчас использовали очень эффективно против нас. То есть мы сейчас перемололи, и что получилось? Вот конкретный результат. Россия прямо на уровне Путина, Шойгу, сказала, вот все, резервы исчерпаны, мы делаем паузу. Я прямо расшифрую паузу. Это фактически потеря очень мощных ресурсов. И на время, вот как раз, когда они ввели паузу, Российская Федерация потеряла до 40% личного состава и боевой техники, которая была в начале войны, прямо 24 февраля. Это тяжелейшая потеря. И даже треть уже считается это подрыв боеспособности. Конечно, они пытаются нарастить ресурсы, переместить с Дальнего Востока, Сибири, с других округов морских, так сказать, подразделений. Но это, видимо, не помогает. Мы даже вот ту славную морскую пехоту, вот как мы говорим, мы их тоже втягиваем в определенные операции, а затем проводим эффективное уничтожение. Это как бы морские, это сказать, пехотинцы, ВДВ, это элита Российской Федерации. Они сейчас говорят, уже элита уничтожена. И второй момент, это очень мощная нейтрализация новейшего вооружения техники. Сейчас они, да, даже для третьего армейского корпуса частично какую-то еще используют, Т-80, Т-90, но это десятки. Это уже не сотни-сотни, которые есть. Это уже резервы, которые они используют в последний момент. И второй момент, это важно то, что уже нет боеспособной части. Особенно, я подчеркиваю, среднего и младшего командирского состава. Практически, которые основном ведут основную войну. Они проводят операции, они совершают акты агрессии. И, конечно, они и гибнут в первую очередь. Поэтому данная ситуация в резервах исчерпывается. Они еще пытаются подтянуть, но уже совсем другого качества и резервы, как уже говорили наши коллеги, это с областей, с губернией, которые дали указания. По разнарядке невозможно набрать качественных военных. Военные подбираются только целево. Со специальностями, с боевым опытом, вся системой подготовки, слаживания, тем более боевым опытом. Вот таких форматов не вышло. Поэтому то, что они демонстрируют сейчас, какие-то резервы, уже не получится. Очень важная составляющая, что мы научились эффективно сейчас нейтрализовать, например, аэродромы. Очень важные. Например, центры, где находится С-300, наверное, по Крыму говорим. То есть это удары по страдейским объектам, которые вызывают не только потерю боевой силы, техники и боеприпасов, а еще большее имеет значение военно-политическое. Это паника. Видите, как бежали с Крыма. И даже другие уже военные сказали, все, тут может быть такая ситуация, что нас окружает. Как-то и по ударам по Андоловскому мосту, по Коколовской плотине, когда уже начали убегать военные, командный состав. То есть это предпосылки не только к тому, что мы уничтожаем уже новейшими методами и новой тактикой их резервы и возможностей, а создаем предпосылки к наступательным операциям, комплексным, и бегству противника. Это очень важная составляющая. И в военном, и на политическом плане, и морально. Потому что если начнется очень мощное наступление и бегство, будут уже, прямо скажу, другие фронты. И Запорожский, и восточное, и Донецкое направление. Это хорошая перспектива. Я думаю, что эти методы должны применять сейчас очень активно и эффективно. Николай Григорьевич, вот опять-таки, отматывая назад, хочется вас спросить про то, что было в апреле, в том числе. Командующий командированием, командованием специальных операций США генерал Ричард Кларк, он заявлял на слушаниях в Сенатском комитете по вооруженным силам, что США последние 18 месяцев обучало роты сопротивления в Украине, которые вот как раз относятся к этим силам специального назначения. Скажите, пожалуйста, вот если активное обучение украинской оборонительной роты и оборонительных рот проводилось так активно, Россия не знала об этом? Или же знали, но думали, да, чего-то могут научить украинских военных. Все равно можно входить в Украину с полномасштабным вторжением. Вот как вы это видите для себя, как человек военный? Россия рассчитывала, что она имеет огромный потенциал военный, имеет опыт боевых действий, чего не имеет Украина. И поставка, например, вооружения, например, дживелинов, и подготовка рот, например, специального назначения, это для них практически примитивно. То есть мелочь. То есть они даже ее не воспринимали серьезно. Да, какие-то там есть, но мы легко их подаем в такой массы и такой силы своих спецназовцев, которых, например, десятки и сотни тысяч, а у нас их, например, где-то 500-600 человек, обученных, например, в США. Вот в данной ситуации это недооценка не просто там подготовки Америки, это важная составляющая. Но это, я прямо скажу, тактический уровень. Это секторальная поддержка и подготовка Украины. Самое важное было, это, конечно, вооруженные силы Украины, наши спецназ, наша самооборона и готовность людей защищаться. Вот это да. Я вспоминаю и 24 февраля, когда начиналось, когда мы точно так же в эфире обратились к всему народу, когда объединяемся, фактически мы должны дать отпор все вместе. Кто что может. Получаем оружие, формируем части, защищаем каждый город, каждое село, ну и, конечно, проводим уже вооруженные силы, проводим очень эффективные операции по защите в целом на фронтах. Вот это да, это та система, которая работает. А уже специальные подразделения, которые готовы, это для проведения ударов в тылу, проведения, например, диверсионных операций, которые позже уже пошли. Это уже как бы эффективное, острое оружие, ну, я скажу, дополнение общей модели обороны страны. Тут не могли нам уже не успели бы американцы подготовить эту систему. Это готовность была наших вооруженных сил и нашего народа. Потому что в данный момент, кроме подготовки эффективной, которая должна быть профессионального уровня, на базе наших учебных, составляющая, которая практически нигде не приобретается. Это мотивация защищать свою землю, свои, так сказать, города, свое жилье и свою семью. Это непобедимая составляющая, которая является доминантом в своих отношениях. Все остальные действия подготовки спецназов, обучения на высокоточном оружии, это обеспечение этой большой составляющей для победы страны. Николай Григорьевич, вот вопрос о шпионах. Недавно Парламентский комитет по защите национальной безопасности Италии рассказал о том, что из страны было выдворено несколько сотен так называемых дипломатов, которые оказались шпионами. И вот недавно журналисты четыре издания, это Инсайдер, Берлинкейт, Шпигель и Ла Република итальянские провели расследование и рассказали историю россиянки из ГРУ Ольги Колобовой, которая годами шпионила из Милана, прикрываясь ювелирным магазином и представляя себя светской львицей и предпринимательницей. Неаполь почему? Потому что мы понимаем база НАТО, одна из которых расположена в Италии и собственно она хотела войти в контакт и общаться плотнее с американскими военными. Скажите пожалуйста, почему в последнее время столько новостей о шпионаже именно в Италии и что идет не так в российской разведке, если так массово удается их скрывать и выдворять? Ну в первую очередь конечно самое главное, что страны НАТО, включая Италия, объединились в плане противодействия и агрессии на активной фазе они не участвуют непосредственно в военных действиях как страны НАТО и как Италия, но они участвуют в борьбе разведок. Разведки никогда не прекращают так сказать борьбу друг против друга. Но когда уже есть четкая установка именно сейчас именно ударить по резидентурам России в Италии, ну и она секторальна, мы же об этом говорим, что выдворены были с Британии, например, с Германии раньше еще выдворялись, с США, о чем мы говорим, а сейчас Италия, конечно, потому что активизация пошла в плане давления на общество итальянское через агентуру Российской Федерации в плане поддержки политики Российской Федерации, в плане того, чтобы не поставлять оружие, чтобы занимать особенную позицию в системе НАТО, чтобы также НАТО не поддерживал Украину, не давало, так сказать, высокоточное вооружение, не давало именно финансовые средства, не проводило обучение, то есть системное давление на руководство Италии, там, где может быть именно эффективная модель, это мы говорим каким способом, там, где политики зависимы от России, это практически мы говорим верболка, какие, есть высшего класса, где очень мощное влияние на первых лиц, на премьера, вице-премьера, на парламентарев, на больших бизнес, особенно по газу, например, схеме и тому подобное, например, там и НИУ, там и другие темы, где идут большие взятки, там не нужно подписка в сотрудничестве, там получаются именно большие средства, киневиками, например, той же Италии, которая давит полностью на политическое руководство, которое они часто финансируют на выборы, это одна мощная система агентурных отношений, есть более низкая, как мы говорим, женщина, которая проводит конкретные специальные операции, ее завербовали, с нее направили в Италию, она ищет подходы к военным, считает получение информации о военных базах, например, о возможности использования этих баз, о возможности перемещения, военной техники, передачи, возможно, Украине, или размещение на базе НАТО именно новейших средств, это конкретно агентурная работа, которая именно проводится целево разведподразделениями, она и получает статус, например, дипломата, это отдельные лица, другие лица, еще другие прокурористики, например, магазин ювелирный, где часто бывает элита, например, Италии, где возможность знакомиться очень эффективно, где отмываются большие средства, то есть идеальное прокурористие, точно так же прокурористия через различные российские центры, корреспондентские пункты, международные организации, где внедряется агентура российской федерации, и очень много, поэтому Италия решила комплексную сейчас убрать и из посольств, и по многим направлениям, где она выявлена как подозреваемых, еще не установленных до конца, но подозреваемых, чтобы не было соблазна. Николай Григорьевич, прошу прощения, очень мало времени остается, и хотим узнать ваше мнение по этому вопросу, кажется, он очень важный. Разведка Британии, раз мы же говорим уже о разведках, шпионах, сообщает о том, что Шойгу, министр обороны Российской Федерации, в немилости у Путина из-за нехватки прогресса в войне, и якобы разведка упоминает, что оперативное командование напрямую информирует Путина о ходе войны, и вот несмотря на то, что Шойгу когда-то ему и собачку дарил, и вот с ним потерян, и теперь Путин напрямую узнает от командования о ходе войны. Пожалуйста, до минут у нас есть для вашего мнения. Скажите, если выбывает министр обороны из этой схемы, может ли продолжаться эффективна война? Ну, в первую очередь, это удар по авторитету армии Российской Федерации, если выбывает министр. Но я хочу отменить то, что сказала британская разведка. Помните, в нашем эфире мы точно так же дали, что Путин, уже наша разведка, мы дали в первую очередь. Сегодня наши коллеги из Британии подтвердили, что Шойгу в немилости, Герасим также находится в немилости, и Путин, соответственно, дает указания на прямую командующих. Это, как бы, уже признание о том, что Минобороны и Генштаб действуют неэффективно, Путин пытается перебирать на себя все функции и руководства, а это фактически провал, потому что системная работа Минобороны и других спецслужб должна быть координирована единым центром. И Путин в этой ситуации не является большим специалистом, что ведет такие операции. Это уже, говорит он, провали общей стратегии и Минобороны и ФСБ, это, конечно же, предпосылки к поражению. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время начнем уже наступать на операции очень эффективно и будем уже бить противника по всем фронтам. Спасибо вам огромное. Да, было интересно и важно это услышать. Николай Григорьевич Маламуж, глава службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы и генерал армии Украины был на канале Freedom. Спасибо вам.